МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это программа Новосибирская неделя. Крупным планом о самых заметных событиях в городе. В студии Павел Афанасьев. И смотрите сегодня в нашем выпуске. Операция «Единый госэкзамен». Мобильные изъяты, классы заперты, но в интернет все равно попадают сверхсекретные бланки тестов. Как это происходит? К сожалению, фактор человеческий, он все равно бывает присутствует. Поэтому, может быть, кто-то умудрился, но я детям говорю всегда, экзамен не место для эксперимента. Смягчение режима. Скоростного. Разгоняться до 70 км в час можно на Димитровском мосту и станционной. Избавить ли нововведение от пробок? Нужно светофоры держать. Там хоть ездить быстро, хоть не ездить. Количество машин много, поэтому не проедем. На Безрыбье. На берегах Аби массово гибнет икра. Ее собирают ведрами на корм скоту. В экологической катастрофе рыбнадзор обвиняет энергетиков. Часть икры находится в воде, хотя два дня назад она была на суше. Сейчас воду подняли, она опять в воде, ну, как бы, кажется живая. Но на самом деле она, когда обсохла, она уже все, померла. И, соответственно, с нее уже толку не будет. Школьники на этой неделе начали сдавать госэкзамены и, как водится, списывали в масштабах всей страны. Она-то ведь большая. Когда в Новосибирске закрывали кабинеты, ушлые ученики уже знали содержание тестов и даже ответы на них. Их выкладывали в социальных сетях пользователи с Дальнего Востока. Доступ к 72 сообществам смогли заблокировать только через несколько часов. Более того, в сети появились и отсканированные бланки, а это говорит уже о том, что утечка шла из Москвы. Артем Шершнев утверждает, что это выгодно всем и ученикам, и педагогам, и, как это ни парадоксально, Министерству образования. В день экзамена школы, где сдают ЕГЭ, похожи на режимный объект. Выпускников сюда впускают группами, строго по документам и в сопровождении учителя. Сопровождающий детей от образовательного учреждения сам входит в помещение по документам, несет приказ, предъявляет его, в котором перечислены все учащиеся, которых мы можем допустить. У каждого ребенка свой документ, на основании которого он проходит в помещение. И я сегодня, хоть и хозяйка школы, но пользуюсь правами весьма-весьма только вот опосредованно. При себе только паспорт и гелевая ручка. Мобильные телефоны оставляют за порогом. Трех школьников, рискнувших пронести сотовую аудиторию, удалили с экзамена, и теперь они попросту не получат аттестат. Пересдать можно будет только на следующий год. Сердце колотится, потому что понимаешь, что от этого зависит твоя жизнь, будущее, что поступление в ВУЗ. Поэтому волнение есть. И пусть даже в туалет школьников вводят в сопровождении, страх не получить заветные баллы толкает выпускников на самые разные ухищения. Не успели подростки на Дальнем Востоке сесть за парты, как в сети появились заполненные бланки. Собственно, так происходит каждый год. Но еще не все экзаменационные листы были сданы, как чиновники самого различного ранга принялись уверять. Дескать, ответы, появившиеся в интернете, фальшивые, и выкладывают их туда мошенники. В понедельник министр образования Дмитрий Лифанов призвал журналистов не драматизировать ситуацию. В целом все прошло в штатном режиме. Я не думаю, что вот эти незначительные инциденты окажут какое-то влияние на результаты экзамена. В целом эксперты считают, что никакого здесь негативного эффекта не будет. Но скандал только разгорался. Во-первых, не все материалы оказались фальшивкой. Во-вторых, то, что произошло с тестом по-русскому, повторилось в четверг, когда сдавали историю, информатику и биологию. А в-третьих, что самое неприятное, выяснилось. Наряду с мутными фотографиями, снятыми камерами мобильного телефона, в сети доступны документы, отсканированные с высоким разрешением. То есть утечка идет из Москвы, что ставит Миноборнауки в весьма щекотливое положение. Казалось бы, при таком строгом контроле на экзамене списать все равно не получится. Увы, и это не так. К сожалению, факт человеческий, он все равно бывает присутствует. Поэтому, может быть, кто-то умудрился, но я детям говорю всегда, экзамен не место для эксперимента. Больше всего в рассекречивании вариантов ответов заинтересованы как школьники, так и учителя. Если представить, что экзамен действительно будут сдавать без подтасовок, то статистика успеваемости будет выглядеть весьма печально. А это уже жирный неуд многим педагогам. Об этом хорошо знают в вузах. А зачастую багаж знаний абитуриентов с высокими баллами в аттестате на поверку оказывается крайне скуден. Ученики не могут писать, не могут связанно излагать свои мысли, не умеют точно подбирать слова. Вот это проблема. Очевидно, что университеты в первую очередь заинтересованы в объективной оценке знаний выпускников школ. Так может быть, передать проведение ЕГЭ от системы среднего образования, скажем, специализированным межвузовским центром? А если вспомнить, что нынешний глава Миноборнауки Лифанов уже критиковал ЕГЭ, большим сторонником которого был его предшественник Фурсенко, то напрашивается предположение. Утечки экзаменационных материалов вполне могут быть на руку и министерству. Ведь тогда окончательно дискредитированный институт ЕГЭ можно объявить неэффективным и затеять очередную реформу. Артем Шершнев, Елена Синельникова и Дмитрий Кан. Новосибирская неделя. Имам и суд не сошлись в вопросах богословия. Ильхома Миражева приговорили к условному сроку за проповедование запрещенного в России учения философа Саиды Нурси. Еще пять лет назад Верховный суд признал его экстремистским. Сотрудники ФСБ задержали членов кружка по изучению трудов богослова и конфисковали десятки книг. Предупреждались о противоправности действий и сотрудниками Федеральной службы безопасности. Они попадали в сферу их деятельности. Тоже предупреждались о том, что данная деятельность, она как бы имеет экстремистскую направленность и не приветствуется. Но, тем не менее, они организовали изучение вот этих вот трудов. На 10 километров в час увеличили максимальную скорость движения по Димитровскому мосту и улице Станционной. Казалось бы, пропускная способность должна повыситься. Но водители не рады. Разгонишься и тут же тормозишь. Ведь в часы пик мост и так стоит. Так какой в этом смысл, пытался разобраться Алексей Фазлеев. Новости о пробках по радио, как сводки с фронта. В битве за объездные пути автовладельцы проигрывают каждый день и в день по нескольку раз. Заторы не только примета большого города, но и его беда. Спасение от нее ищут давно и, похоже, безуспешно. С 30 мая сразу на нескольких магистралях водителям разрешили давить на газ до отметки в 70 километров. К примеру, по Димитровскому мосту и Станционной можно проехать с ветерком. Здесь установили новые знаки, перенастроили светофоры. Зеленый свет на них будет гореть чаще. Мы будем наблюдать, корректировать, конечно, это не то, что мы сейчас сделали и все. То есть надо корректировать режимы работы светофорных объектов, особенно на улице Станционной, корректировать. Они в системе автоматизированной у нас работают. А это значит, что режим их можно регулировать, а водителям следует обращать внимание на электронные табло с рекомендованной скоростью. Кстати, камеры наблюдения за нарушителями тоже перенастроили. Автоинспекторы настаивали, при увеличении скоростного режима должна увеличиться и безопасность на дорогах. Это прежде всего наличие пешеходных переходов, это пешеходное ограждение, это левые повороты их исключить, для того, чтобы пропускная способность увеличилась и мы обеспечили безопасность дорожного движения. Скорость увеличили, но в первый же день Димитровский мост встал в пробки. Водители новый рецепт борьбы с заторами не оценили. Может, светофоры держат, там хоть едь быстро, хоть не едь. Количество машин много, поэтому не проедешь. Над решением транспортной проблемы Новосибирска ломают умы сотрудники сразу двух институтов, а вместе с ними чиновники, архитекторы и автоинспекторы. Огромная армия автовладельцев при этом почти единогласно требует расширить улицы, где это возможно. Люди науки уверяют, не поможет. Должна быть равномерно, обеспечена равномерная пропускная способность уличной дорожной сети. То есть нет смысла расширять отдельные участки дорог или улучшать их пропускную способность, поскольку это приведет только к тому, что пробка переместится из одного места в другое. Так называемый закон перемещения пробок в городском пространстве. То есть реконструировать нужно направление целиком. Математические модели показали, жить без пробок Новосибирск может при существующих дорогах, но автомобили при этом должны двигаться с одинаковой скоростью и дистанцией, чего, конечно же, никогда не будет. Кто-то туда пошел, впадет, кто-то туда. Ну вот во всякие укрытия сами организовываются. При, казалось бы, хаотичном движении в муравейнике на самом деле порядок. Насекомые не спорят друг с другом, не стараются быть быстрее. А человек в силу амбиций наоборот. Муравей с его крохотным мозгом никогда не нарушает правила. А венец эволюции делает это постоянно. Все дело в том, что насекомые живут по принципу роевого интеллекта. Основа теории роевого интеллекта состоит в том, что каждый элемент устроен достаточно просто, а вся система себя ведет достаточно разумно. Да, они придерживаются простых правил. Причем эти простые правила у них носят врожденный характер. Чтобы понять, что пробки создают сами люди, достаточно спуститься под землю. Метрополитен очень похож на муравейник, но заторы здесь случаются регулярно. Эскалатор по сути двухполосная дорога. Правая часть предназначена для парковки, левая для интенсивного движения. И стоит одному человеку, вопреки правилам, остановиться слева, как на подъемнике, тут же образуется пробка. Психологи давно разобрались, почему люди неизбежно сами создают заторы на своем пути. То, что люди привыкли отвечать подобным. И человек считает, что если меня подрезают, то я тоже имею полное право подрезать. Хотя, когда с ним это происходит, ему, конечно же, это не нравится. Он понимает, что вместо того, чтобы ответить негатив на негатив, гораздо эффективнее, более социальный способ выбирать. Этого не происходит. Вот и приходится увеличивать скоростной режим, выделять полосы для общественного транспорта, убирать парковочные карманы с главных улиц. Но автовладельцы негодуют, почему к ним чаще применяют кнут, чем пряник. Сегодня оптимизация транспорта идет на переход не на увеличение количества полос и даже не на увеличение количества развязок. Большей частью весь мир повернут тому, чтобы оптимизировать общественный транспорт и создать его более благоприятным для всех. Пересаживаться на общественный транспорт владельцы личных авто категорически не согласны. И в появлении пробок они готовы винить кого угодно, но не себя. Наверное, все-таки в большинстве случаев состояние дорог. Машин много, дорог мало. Раньше было меньше, но не было пробок. А теперь у каждого, у каждой семьи по две машины. Да еще по хорошей дороге надо расширять. Новосибирску действительно не хватает дорог-дублеров. Но даже если их построят, то к тому времени и они могут встать в пробках. Алексей Фазлеев, Роман Семенов. Новосибирская неделя. Горячая вода вернется во все дома города не раньше 10 июня, когда закончат гидравлические испытания теплосети. В городе уже обнаружили почти 500 дефектов. В первую очередь ремонтируют теплотрассы, снабжающие большее число потребителей. Многие коммуникации не выдержали экстремально низких температур минувшей зимы, и поэтому порывы теплотрасс могут произойти где угодно. Так во вторник гейзер внезапно забил на перекрестке улицы Советской и Максима Горького. Испытания проводятся только охлажденной водой, она не превышает, как правило, 40 градусов, а на самом деле гораздо меньше, градусов 30, 25 и так далее. Но бывают такие моменты, мы, не скажу заложники, но такие технологии, которые нам достались от централизованного теплосложения, которое развивалось в Советском Союзе, и по таким технологиям мы вынуждены их испытывать, другого не дано. И в продолжение коммунальной темы, чиновники останавливают ремонтные работы во дворах, где жильцы не могут договориться о том, как благоустроить территорию, расширить парковку или, наоборот, сделать новый газон. Освободившиеся деньги и строителей будут направлять на другие площадки. Как разрешить конфликты, говорим с заместителем начальника Департамента энергетики жилищного и коммунального хозяйства мэрии Новосибирска Андрея Маркашова. Здравствуйте. Добрый день. Скажите, сколько в городе дворов, жильцы которых не могут между собой договориться и тем самым тормозят ремонт? На сегодняшний день было 20 таких дворов. Из них на 10 дворах удалось, в общем-то, конфликт погасить. Ну, на 10 дворах сейчас мы ведем такие работы. В основном это связано с противостоянием определенных групп собственников, которым какие-то виды работ нужны, а какие-то не нужны. Наверняка чаще всего парковка и газон. Ну, больше всего, конечно, упор в этом. Кому-то автомобилисты, как правило, ратуют за расширение, наибольшее расширение под парковочные места. Ну, люди, скажем так, не имеющие автомобили, больше ратуют за газоны, за цветники и так далее. Но надо понимать одну простую вещь, что, как правило, там, где автомобили не вмещаются в парковки, они просто... ...на детские площадки. Поэтому решения проблемы за счет уменьшения парковочных мест, его нет. Скажите, действительно ли в тех дворах жильцы, которых не могут договориться, ремонта не будет? Действительно, это крайняя мера. Сразу хочу сказать, что это самая крайняя мера. В принципе, мы подключаем и общественность, и ТОСы, и депутатский корпус, и районные администрации, для того, чтобы найти какое-то компромиссное решение. И, как правило, такое решение находится. Там, где такое решение не находится, действительно, мы вынуждены приостанавливать работы, потому что без решения собственников мы, как мэрия, работы продолжать не можем. Вот эта проблема может сорвать к графике ремонта? Вы знаете, нет. Однозначно нет. Единственное, хотя мы такой цели не ставим, и по-прежнему настаиваем на исполнении сроков, но в крайнем, в самом крайнем случае, сроки немного могут уйти вправо. Но исполнить программу мы обязаны, и мы ее исполним. Так что к некоторым жильцам, возможно, нежданно-негаданно придут ремонтные бригады. Ну да. Кому-то жданно и гаданно, к большинству жданно и гаданно все-таки. Спасибо вам большое. Спасибо. Продолжаем выпуск. Окунь и карп могут исчезнуть в Аби. Во всяком случае, их популяция заметно сократится. Такой прогноз дают экологи. Икра, отложенная вдоль берега, высохла, поскольку энергетики сократили сбросы воды из водохранилища, и уровень реки стал меньше. Ольга Маховская попыталась оценить ущерб. Уровень воды в Аби упал на полметра. Вдоль берегов рыбаки обнаружили сухую, мертвую икру. Ее было столько, что жители прибрежных поселков собирали ее ведрами на корм скоту. Икры много, вода сошла, спад пошел. Икры много было здесь, прям по берегу. Икра окуня и карпа гибла вдоль береговой линии ниже от плотины ГЭС. Практически единственное место, где рыбьи гнезда остались целы, заводи с искусственными нерестилищами. Сейчас сброс воды через плотину увеличили, но рыбоводы до сих пор опасаются любого изменения ее уровня. Часть икры находится на суше, а часть висит в воде на ветках. Но даже незначительные 5-сантиметровые колебания воды пагубно скажутся, потому что половина кладки уже, как мы видим, погибла, а половина еще в естественной воде. Но любое колебание, даже незначительное, приведет к гибели всей кладки. Ихтеологи и общественники обвиняют в массовой гибели икры энергетиков. Общественница Галина Кучина говорит, неоднократно предупреждала гидрологов о возможной катастрофе и просила повременить со сбросами в период весеннего нереста. Вот вы понимаете, выше-ниже, выше-ниже, вот она не успела отложить, стала ниже, или начала откладывать, уровень воды поднялся. Всякие колебания уровня воды во время весеннего нереста очень опасны. Руководство ГЭС факт уменьшения сбросов подтвердило. О потерях сожалеет, но виновными себя не считают. Икра икрой, а задача производства электричества для полуторамиллионного города в приоритете. К тому же, считают, ситуацию можно было бы изменить, если бы их заранее предупредили о том, что из-за холодов нерест продлится. Почему они молчали и не обращали в то же верхнее обеспеченное направление, которое призвано регулировать этот стоп? Когда им оповестили, что планируется изменение расходов, почему не поднять вопрос, что, ребята, сейчас только рыба отметала икру, надо бы немножко растянуть изменение расхода, чтобы не оголить эту икру. Ведь этого же ничего не последовало. Энергетики, уверяю, действовали строго по утвержденному Федеральным агентством водных ресурсов в графику. У них есть свой план по сбросам, по приостановке воды. И они его придерживаются. И обычно, конечно, после нереста происходит все. Поэтому такой казус получился у нас, что икра начала обсыхать на кустах. По данным областного департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, гибель икры в районе ГЭС серьезно не угрожает популяции окуня, так как этот вид нерестится в большом количестве и по всей Аби, и в других водоемах области. А их теологи уже начали подсчитывать ущерб нанесенной природе. По самым пессимистичным прогнозам, окунь и карп в Аби могут оказаться на грани полного исчезновения. Окончательно последствия экологической катастрофы можно будет оценить только через пять лет. Из-за холодной весны нерест в этом году затянулся. Тем не менее, например, окунь свое дело уже сделал. Больше икры в этом сезоне он не даст. Но продолжают нереститься другие виды рыб. И если все заинтересованные водопользователи смогут между собой договориться, то похожая ситуация повториться не должна. Ольга Маховская, Анна Перепелюк, Олег Макаров и Роман Семенов. Новосибирская неделя. И еще о животном мире. В одном из дворов Новосибирска поселилась необычно смелая ворона. Птицу, которую за смышленность уже прозвали Василисой, подкармливают люди. Точнее, она нагло выпрашивает угощения. Такая непосредственность, видимо, и подкупает. Ворона целыми днями промышляет около магазина. При этом привередливая птица отказывается от сладкого. Больше всего любит овсяные хлопья, бананы и сыр. Не нравится. И последнее. Город пережил день пограничника без потерь. Во всяком случае, среди гражданского населения. Улицы окрасились зеленым и красным в цвета флага пограничной службы. Ветеранам отдали центральный парк, где под присмотром медиков и полицейских они смогли предаться воспоминаниям и обильным возлияниям. Честно, честно, просто, просто радость. Просто целый год ждешь, просто радуешься. Мы просто празднуем. Мы в запасе, но мы всегда и всегда остаемся, больше их не бывает. Это хорошо, что в эту субботу отмечают только День защиты детей. Спокойных вам выходных и до встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин